Всем привет! В этом видеоуроке вы узнаете самое важное об объекте Collection VBA. Давайте приступим. Коллекция VBA — это объект, который позволяет группировать и сохранять в себе другие значения и объекты. Создается коллекция следующим образом. Пишем dim и объявляем название нашей коллекции. При этом в случаях с коллекциями важно не забывать слово new. Как только коллекция была создана, можно начинать добавлять в нее значения. При этом интересной особенностью коллекции является то, что они могут сохранять в себе значения различных типов данных. Следующим образом значения добавляются в коллекцию. Пишем название коллекции, далее обращаемся к действию add и через пробел указываем значения, которые хотим сохранить в нашей коллекции. Пусть первое значение будет текстового типа данных. При этом данную строку я советую представлять как своего рода добавление определенной ячейки в нашу коллекцию. То есть представим, что у нас есть коллекция, когда мы создаем ее вот на этом этапе нашей процедуры, и сперва она пустая. Как только мы написали вот данную часть кода, у нас добавляется ячейка, и внутри данной ячейки содержится значение test. И как и было сказано, мы можем добавлять различного типа данных значения в нашу коллекцию. То есть вот мы с вами добавили еще три значения, и как и говорилось, лучше всего это представлять как своего рода добавляющиеся такие ячейки с определенными значениями. Также можно и добавить ячейку, в которой не будет никакого значения. Это выглядело бы вот таким образом. И обратите внимание, каждому значению, в соответствии с порядком, которым они были добавлены в нашу коллекцию, предписывается определенный индекс. То есть, например, у нашего значения test сейчас первый индекс, так как он был добавлен вот в этой ячейке в первую очередь. Представим это следующим образом. То есть то, что над каждой ячейкой есть предписанный ей индекс. Окей, значения мы с вами добавили, и теперь возникает вопрос, как к этим значениям в коллекции можно обратиться. Сделать это можно, используя названный ранее индекс. Пишем название нашей коллекции, и в скобках указываем нужный нам индекс. Давайте в качестве примера сперва выведем второе значение. Окей, то есть вот таким вот образом можно обратиться к нужному нам значению, и мы с вами его сейчас выведем в диалоговом окне. Окей, у нас под вторым индексом, как мы и добавляли, содержится значение 10. Поменяем, например, на третий индекс, и выводится данное число. Окей, и мы с вами уже рассмотрели одно действие, которое можно производить с коллекциями. Это было действие add. Всего же в отношении него можно произвести 4 различных действий, и давайте с вами рассмотрим все. Начнем с самого быстрого в объяснении. Это item. Метод item объекта collection – это альтернативный способ обращения к значению, сохраненному в коллекции. То есть просто пишем с вами item, и точно так же в скобках указываем индекс нужного нам значения. Опять-таки давайте для наглядности выведем в диалоговом окне. Закомментируем данную часть, запускаем, и точно так же выводится нужное нам значение. Отлично. Переходим к следующему действию. Это действие count. При помощи count мы можем узнать, сколько на данный момент значений содержится в нашей коллекции. При этом, как уже говорилось, лучше всего это представлять в виде вот таких вот ячеек, в которых содержится или не содержится определенное значение. То есть смотрите, нам сейчас, опять-таки выведем в msgbox, выведется число ячеек в нашей коллекции на данный момент. Это 5 штук. Представлять коллекции в качестве вот таких вот ячеек я советую по двум причинам. Первая причина кроется вот здесь. То есть смотрите, мы с вами задали пустое значение. Если сейчас скажем вывести в диалоговом окне значение с пятым индексом, то есть пятую вот эту самую ячейку, то у нас ничего не выводится. А ячейка, тем не менее, все точно так же там. Кстати, здесь сразу можно заметить, если мы, например, сейчас, смотрите, укажем шестую ячейку, а у нас мы же добавляли всего 5 значений, и в нашей коллекции, соответственно, всего 5 ячеек. Если мы сейчас попробуем запустить данный код, будет выведена ошибка, поскольку такой ячейки, скажем так, нет. Это первая причина. И чтобы узнать вторую причину подобного подхода к представлению коллекции, мы должны с вами перейти к следующему действию. Remove. Итак, remove говорит само за себя. Убрать. То есть убрать значение. Но мы с вами опять-таки будем это представлять, как удаление ячейки. Смотрите. Так и пишем. SomeCollection. Указываем remove. И говорим, какую ячейку хотим убрать. Пятую. Представляем то, что наша ячейка пропала. Перепроверить мы это можем теперь двумя методами. Берем наш сам collection. И просим вывести количество вот этих самых ячеек или же значений. Их будет 4, поскольку у нас пятая наша отпала. И в качестве второго метода давайте попросим вывести нам значение из пятой ячейки. А мы ее убрали, поэтому у нас выводится следующая ошибка. Окей. И теперь мы подбираемся к истинной причине, почему так удобно представлять коллекцию в виде ячеек. Смотрите, если мы с вами уберем здесь не пятую ячейку, а, например, третью, то есть мы сейчас с вами фактически убрали вот это вот значение, то у нас эта ячейка, скажем так, выпадет, а две находящиеся справа от нее сдвинутся влево. Перепроверить мы можем это следующим образом. Давайте просто выведем теперь в нашем диалоговом окне значение из третьей ячейки. И поскольку у нас ячейки наши справа сдвинулись влево, смотрите, что у нас будет выведено. Значение из того, что было до этого в четвертой ячейке. Именно поэтому я и советую представлять коллекцию именно в данном виде. И теперь еще нужно поговорить о том, для чего обычно используется count. Count может использоваться в разных целях при работе с коллекциями. Но, пожалуй, в основном он применяется для того, чтобы вывести или же прогнать все значения из коллекции. Делается это при помощи цикла for. Для этого, смотрите, мы с вами объявим, во-первых, вспомогательную переменную. И теперь говорим следующее. For counter. Для counter от единицы, то есть от первой ячейки в нашей коллекции, до последней. А индекс последней ячейки мы как раз и можем узнать при помощи count. Ну и здесь могут производиться любые нужные действия. Мы, как обычно, будем выводить диалоговое окно. И указываем сам collection и counter. Первый counter. Будет выведено первое значение, потом переходим, пишем next counter. Переходим ко второму, выводим значение из второй ячейки и так далее. Давайте с вами проверим. Отлично. Окей, вот мы с вами и рассмотрели все четыре действия. Теперь осталось обсудить пару важных замечаний о коллекциях, а также очень важны параметры действия add. Их мы тоже сейчас рассмотрим. Итак, первое важное замечание – это то, что значения в коллекциях изменять нельзя. То есть их можно, например, удалить при помощи действия remove целиком всю эту ячейку, но в самой ячейке значения менять нельзя. Смотрите, давайте просто проверим это утверждение. Давайте, например, попробуем изменить значение из первой нашей ячейки. И напишем это, например, вот так. Перед тем, как запустить, закомментируем наш вот этот цикл, чтобы он нас не отвлекал. И запускаем. И у нас выдается ошибка, поскольку значения в коллекциях изменять нельзя. Окей. И второе такое маленькое замечание, то, что вы, вероятно, заметили, что arrays и коллекции очень схожи. Это и вправду так, и в зависимости от ситуации можно выбирать между коллекциями и arrays. Окей. Ну и теперь очень важно также будет посмотреть параметры действия add. Для этого давайте закомментируем данную часть текста. И вот это. И смотрите. Наше действие add. И здесь у нас четыре параметра. Один обязательный, три опциональных. Первым item мы указываем само значение, которое должно быть сохранено в добавляемой ячейке. Просто в качестве примера пока что впишем единицу. Второй параметр — это key. И здесь легче всего, пожалуй, будет это объяснить следующим образом. Вернемся к нашему представлению с ячейками. И смотрите. У каждой ячейки есть свой индекс. И до тех пор, пока мы не задаем этот самый key, у них нету, скажем так, названия. Просто есть только индекс. Если же мы сейчас с вами, например, укажем вот здесь first в качестве примера, это значит то, что у нашей первой ячейки будет название first. Чем это удобно? Тем, что, смотрите, мы можем, например, теперь вывести в сообщении, указав следующим образом. И пишем теперь не индекс, а то самое название. Запускаем. И у нас выводится единица, потому что значение было записано в ячейку единица, а название first. То есть обратились по названию. И, вероятно, вы поняли, с чем это очень схоже. Это схоже с workbooks и worksheets, поскольку они, по сути своей, и являются коллекциями. Точно так же там мы можем обращаться при помощи индекса. То есть, например, worksheets 1, обращаемся к первому рабочему листу в рабочей книге. Или, например, worksheets и указываем название нашего рабочего листа. Например, смотрите, здесь это был бы лист 1. Окей. И здесь, в этих отдельных коллекциях, мы фактически делаем то же самое. Если мы сейчас с вами точно так же добавим вторую ячейку, пусть будет значение 2, а его название second. И уже попробуем вывести его. Выводится наше второе значение. Окей. То есть мы фактически задаем название нашей ячейки. И небольшое замечание, что указание названия, что указание индекса абсолютно равнозначны. Точно так же равнозначное обращение к значению вот таким методом или при помощи item. Точно так же в item можно указать и индекс, и название. Пробуем. Окей. И при этом важное замечание. Вот этот самый key, или же, скажем так, название ячейки, всегда должно быть уникальным. То есть не может быть 2 и больше ячеек с одинаковым названием. Точно так же, как и рабочих листов. И применяться это может, например, для того, чтобы более понятно, легко обращаться к определенному значению из коллекции. Окей. Ну и рассмотрим точно так же оставшиеся два параметра. Before. То есть перед какой ячейкой мы хотим поместить данную ячейку. Давайте, например, напишем то, что мы хотим ее поместить перед первой ячейкой. И в нашем сообщении давайте поставим второй индекс. И смотрите, что у нас выведется. У нас выводится значение first, потому что мы поместили наш second parent first. И, следовательно, у нас второй индекс сейчас принадлежит данному значению. То же самое с параметром after. Before мы здесь просто проигнорируем. Перейдем сразу к after. И смотрите, пусть наша третья ячейка новая будет добавляться после первой. И то есть займет второй индекс. И если мы сейчас запустим то же самое диалоговое окно, попросим вывести значение из второй ячейки, у нас выведется наша тройка. Потому что она была вставлена после первой ячейки. Если же мы запустим сейчас диалоговое окно с обращением к третьей ячейке, у нас выведется second, потому что оно было сдвинуто, это значение, на третье место. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, у меня получилось разъяснить эту тему максимально доступно вот с этим представлением с ячейками. Если этот видео урок вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Кроме того, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео уроки. Увидимся с вами в следующем видео. Пока.